Журчание воды признано одним из самых приятных звуков для человека. Правда, вряд ли с этим утверждением согласятся психологи, если добавить, что течет этот ручей из колодца, а причина протечки – засорившаяся канализация. Камера не передает запах, но аромат такой, что в 30-градусную жару нам приходилось ночью находиться с закрытыми окнами. Бежит ручей между домами 3 и 7 на площади 26 бакинских комиссаров. Прямо здесь, из люка. А началось все, говорят местные жители, в начале месяца. В первые дни июля был прорыв канализации. Источные воды текли из подъездов. А уже на следующий день – из люка. Сейчас, напомним, уже конец июля. Я обратилась в ЖУ-20. Они приняли у нас заявку. Дальше ситуация в течение трех или четырех дней не менялась. И я уже написала в телеграм-канал нашего губернатора. На следующий день буквально мне ответили жилищные инспекции, что ситуацию они как бы видят, знают, передадут. Ну, прошло еще какое-то… Первое было 12-го, потом я обратилась 17-го числа. Также быстро ответили, что они в курсе, знают. И этот вопрос надо адресовать непосредственно водоканалу. Значит, в ЖУ нам ответили, что водоканал не может найти подрядчика для решения нашего вопроса. Временное решение – открыть второй люк, чтобы в него стекала вода из первого. Кто именно такое придумал, жильцы в догадках теряются. А как только возмутились, что, дескать, люк открыт, а ночью участок не освещается, мало ли кто провалится, на следующий день появилась покрышка. Тут, говорят, сработали оперативно. А вот ответы от госжилинспекции. Оба, что 12-го, что 17-го, как под копирку. Произошло засорение дворовой канализации. Управляющая компания направила заявку в водоканал для решения проблемы. Проблема эта решается с середины июля до сих пор.